Добрый день, все мои дорогие! Девчонки, ребята, всех поздравляю с днём рождения! Если сегодня есть именинники и смотрят мой канал, я вас всех от души поздравляю! Я сделала вывод, что в прошлом видео я поздравила свою подружку, и от них кликнулись девчата, что у меня тоже день рождения. Тогда я решила, наверное, в каждом видео буду сначала поздравлять именинников. Я хочу людям сделать просто поднять настроение. Считайте, что моё поздравление сегодня – это лично для вас, от меня и от всех наших подписчиков. Девчонки, что я хотела вам сказать? Сегодня я вам засняла, как у меня там за окном, что происходит на улице, какая зима в Молдавии. Сегодня 2 декабря. Девчата, в Молдавии вот такая вот погода, вы её сами увидите. Но мы вообще-то счастливые люди. Я люблю свой край, я люблю свою страну, потому что в каждом месте есть свои прелести, девчата. И самое главное, чтобы мы любили нашу землю, где бы вы там ни находились. Не забывайте никогда родительский дом и страну, где вы родились. Это, мне кажется, очень важно. Если люди помнят, откуда они вышли, значит, это настоящие люди. Об этом нельзя забывать никогда. Роднее, чем своя родная земля, где бы вы ни находились. Роднее своей земли нету нигде. Как говорят, даже воздух по-другому дышится. Даже вот всё по-другому воспринимается. Потому что мы у себя в стране, нам всё понятно и всё знакомо. Поэтому мы не боимся жить. Мы не переживаем. Мы у себя дома. Девчата, что я ещё хотела сказать? Молдаване счастливые люди, что у нас вот и говорили, что солнечная Молдавия, да, оно так и есть. Наверное, 250 дней в году – это солнце. Но есть и вот такая вот пасмурная погода. Но мы счастливые, что у нас 4 сезона. Зима со своим морозом, со своим снегом. У нас бывает иногда даже до минус 28 градусов. Есть зимы такие холодные. У нас хоть 2 недели, но обязательно мороз. И снег у нас бывает. Очень хочется, чтобы на новогодние праздники был снег. Но, как я уже заметила, девчата, снег у нас выпадает на Рождество по старому стилю. Вот они поменяли на новый календарь. Думают, что это более правильно. Наверное, это правильно. Это так. Но для моего региона самый правильный календарь – это по старому стилю. Потому что только в Рождество начинаются у нас морозы. Рождество 7 января по старому календарю. Только тогда начинаются морозы и выпадает снег. Это надо иметь большое счастье, чтобы на новый год 31 декабря выпал снег и был морозец. Тогда мы абсолютно счастливые. Конечно, новогодние праздники мы должны встречать со снегом. Мы должны всё равно, чтобы у нас был морозец какой-то. Это прекрасно. Так я говорю. Зима как зима. Весна входит в своё русло, как весна настоящая. Лето так лето. Очень жаркое. До плюс 37, иногда даже плюс 39 бывает, девчата. И осень тоже очень длинная, вот такая затяжная осень. Да, бывают дожди, бывает плохая погода. Но, как говорили в той песне пели, У природы нет плохой погоды. Каждая погода – благодать. Так и мы радуемся каждому сезону. Мы каждые все четыре сезона, мы их ощущаем по-настоящему. Так что надо ценить эту землю. Конечно, у нас свои недостатки в этой республике, как и везде. Но любите свои земли. Любите, потому что это всё очень родное. Девчата, мне хорошо и в Германии. Когда я туда уезжаю, я вообще-то любительница больших мегаполисов. Я люблю большие города. Меня наводят на грусть вот такие маленькие провинциальные городишки, где не совсем хорошие дороги и инфраструктура не так, как в больших городах, в богатых странах. И меня это наводит на грусть, на уныние. Я говорила, что у меня бывает депрессия, но, по-моему, Олечка мне написала, что у вас не депрессия. Вы ещё не знаете, что такое депрессия. У вас уныние. И быстрее всего, что это так. У меня бывает уныние. Я не могла подобрать правильного слова. Я бываю грустной 2-3 дня, плачу, а потом я становлюсь опять жизнерадостной, опять бегу, опять что-то делаю, опять что-то решаю. Девчата, и вам предлагаю. Ходила вчера в единое окно в премарии, в мэрии в нашей, потому что я записалась на компенсацию там, в мэрии, и хотела узнать, в какой категории я вхожу со своей пенсии. Мне, конечно, не сказали, потому что то, что там зарегистрировались, они, данные не могут зайти на мою платформу и посмотреть. Если бы я записалась онлайн, тогда бы мне дали пароль именно на моё окошечко, я бы зашла, Настя и всем остальным уже приходит на телефон. В какой категории уязвимости? Я не знаю. Но я пришла туда, девчата, и сидела, ну там единое окно, это где пенсионеры обращаются, где малоимущие обращаются, где те, которые получают какие-то пенсии, какие-то пособия. И я, когда увидела женщину передо мной, она моложе меня, и разговаривала с этим, как он называется, инспектор, наверное, и она вся так тряслась, она вся так тряслась, шапка на ней тряслась, и вся вот такая она не могла остановиться. Мне так стало страшно. Девчата, если вы попадаете вот в такую вот депрессию или в такое уныние, умейте выходить из этого состояния. Прошу вас, умейте из этого состояния точно так же выходить, как вы зашли. Поплакали два-три дня, встали, встряхнулись, подумали о том. Вот я подумала, сорок два года отработала, тем более сейчас надо радоваться этой пенсии. Если мне этой пенсии хватает, чтобы хоть чуть-чуть сделать себе тепло и хоть чуть-чуть купить себе вкусняшек, тогда прекрасно. Я сижу дома, радуйтесь, что вы живы. После случая с Каролинкой для меня больше горя не бывает, чем терять ребенка. Тогда, девчата, не загоняйте себя в депрессии какие-то. Это надо вовремя остановиться. Что это значит? Вот загонять себя до такой степени, чтобы у вас зашкаливало давление, чтобы вас бомбануло по голове. Это же надо трезво оценить вот эту жизнь, вот эту реальность. И вот эти вот ваши нервы, ими надо руководить, и вовремя останавливаться, и вовремя успокаиваться. Я вам скажу еще для того, чтобы мы вот как-то жили без уныния, мы все равно должны передвигаться, мы все равно должны куда-то уезжать, мы должны какие-то деньги собрать и куда-то поехать, девчата, чтобы мы выходили из вот этого состояния. Это нормально. Девчонки, я не буду о грустном, я вам сейчас покажу, какая погода в Молдавии, чтобы вы знали, даже те, которые из Воркуты меня смотрят, у них уже там морозы такие. И они посмотрят, а у меня 2 декабря еще плюс 5, и еще тепленько. Конечно, сырая погода, но батареи греют, все равно и в доме хорошо. Даже если кто-то ходит на работу, быстренько оделся, быстренько пробежался до работы, там сел, я думаю, что везде тепло, садится и 8 часов работает в тепле. Значит, все нормально, девчата. Если мы не замерзаем, если мы имеем кусочек хлеба, значит, все остальное. Это ерунда. Какие нервы, что там у вас что-то не получилось, что муж изменил, что это. Поднимайте голову выше, поднимайте свою планку и наплевать на того мужа, который вам изменил. Если он вам изменил, так и вы устраивайте свою жизнь, так и вы поменяйте свой менталитет. Тот, который вам изменяет, значит, он не ваш мужчина. Значит, ему наплевать на вас. Тогда вам 10 раз должно быть еще больше наплевать на него. Давайте так. Если ему наплевать на нас, а нам еще в 10 раз больше мы на него плюем, и пошли они все к черту. Ни один мужчина не стоит ваших слез и не стоит ваших нервов, девчата. Чтоб дожить до такого, что я пришла, смотрю, эта женщина, пальто на ней трясется. Это что за жизнь? Как можно жить вот так, вот с таким диагнозом? Это страшно. Боженька, убереги всех людей от такого и от таких страшных болезней. Смотрим мою погоду молдавскую, девчата. Она классная. И мы классные. Живем дальше. Хочу вам показать, какая зима в Молдавии. Вот сегодня 2 декабря. Вот такая у нас зима. На улице дождик такой моросящий. Вот. Погода такая вот мерзкая. Плюс 3-4 градуса. Ночью минус 2. Но под утро становится опять тепло. Опять все тает. И вот такое у нас. Вот такая вот погода. Вроде бы тепло. Грех жаловаться. Но вот эта вот сырая погода, это гораздо хуже, чем был бы немножко морозик. Мы ждем мороза, мы ждем снега. Нам это нравится. Зима должна быть зимой. За балконом уже все мое растение вот высохло. Там у меня леандра девчата, где я закутала желтым целлофаном. Там есть еще что-то. я укутала немножко стекловатой, не помню, чем минвата, чтобы они не замерзли. Какой-то ватой. Вот такая вот погода вот в Молдавии. Девчата, что вы думаете, я остановилась на тех вот тарелках, что я купила два дня назад, когда я вам сняла видео? Нет, конечно. Я не могла спать ночью. Я думала, думала и думаю. Если я две недели почти не выходила из дома, только выходила за молоком, за хлебом, а пять дней я вообще никуда не выходила, каждый выход в город это минус 20-30 евро. И если я сэкономила немножко, почему мне вот на эти сэкономленные деньги завтра будет другая пенсия? Почему мне вот на эти 60 или 80 евро не купить что-нибудь красивенькое? Я все равно их сэкономила. И я пошла вчера опять с моей подружкой. Ой, дай ей Бог здоровья. Она зовет меня везде. Ей скучно и мне скучно. Как только она говорит, Марина, поехали, я сразу, сразу все бросаю. Я бросаю работу, я бросаю все, чтобы у меня, а что у меня, что-то горит в доме. Нет, что я потом этого не сделаю. Я так для себя сделала вывод. Марина, иди, пока тебя зовут. Потому что придет время, когда тебя никуда не будут звать. Мы с ней быстро сели на машину, поехали в магазин. Ей рядышком надо было купить что-то, клей, чтобы поклеить. Она такая же, как я, рукастая. Она такой дом. С моего окна видно ее большой дом, красная крыша. Вот когда вы посмотрите мое видео с балкона, там ее дом, шикарный, огромный дом. И она все делает своими руками. Говорит, хочу, там у меня полка какая-то, она мне не нравится в важной комнате. Я вырезала большое зеркало, надо его снять за усенцы, распилить чуть-чуть вот эти вот края и закруглить. Это она все делает сама. И поехали в магазин. Я куплю себе клей, куплю себе там какие-то что-то, какие-то приспособления и буду на вот эти вот дырки клеить новое зеркало. Но для этого мне нужны какие-то причиндалы. Она меня взяла с собой. Рядышком этот магазин с посудой. И я девчата купила. Я вам сейчас показываю. Новогоднее настроение. Просто устраиваем себе праздник. Вот, девчата, вот эти блюда диаметром 28. Ну как не покупать? Ну вот скажите мне, пожалуйста, как можно отказаться вот от такой вот красоты? Купила 6 таких блюд. Купила еще одно блюдо. То, что я в прошлом видео показала. Там была елочка и было блюдо. Я посчитала, что два таких блюда должно быть на столе. Елочка посередине и два таких прямоугольных блюда. Купила еще одно блюдо. Купила одну салатницу. И вот таких шесть тарелок. Чтоб они нас радовали. С 6 декабря у нас начинаются новогодние праздники. 6 декабря святого Николая праздник. Утречком в этот день детям приносит святой Николай сладости и ложат им в ботиночках. Вечером они все должны помыть свою обувь, поставить их сушить. И утром, когда просыпаются, в них глазки еще закрыты, заклеены. Но они уже бегут и ищут свои ботиночки. И ботиночки полностью забиты сладостями, девочки. Почему бы так своим детям не сделать? Почему бы не устраивать им вот такой вот праздник? Да еще они уже пьют из тех чашечек. Я им сказала, ребята, я вам купила на Рождество. И хочу, чтобы вы с этих пор получали удовольствие. У них уже праздничное настроение. Девчата, вот так. Сэкономьте пару копеечек. Да идите, купите вот такую вот ерунду. Купите себе одну тарелку, как я вам всегда говорю. Купите себе две пироженьки. Сделайте себе кофеек. Да включите Марину. Послушайте меня. Попейте со мной кофеек. И давайте радоваться жизни. У меня какое горе было. Какое горе. Но для того, чтобы жить дальше, мы должны регулировать своими нервами. И мы должны позитивно дальше жить. И вас призываю. Я для чего снимаю этот канал? Чтобы поддерживать каждую женщину, которая напротив меня сидит сейчас, в полном одиночестве. Вот включите меня. Послушайте меня. И такое впечатление, что мы вместе с вами на вашей кухне пьем чай. Или пьем кофе. Девчата, как всегда, ваша Марина. Я вас всех обожаю. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь. Нажмите на колокольчик. Вам будет приходить уведомление, что Марина сняла видео. Поставьте класс, вот этот пальчик вверх, чтобы мои видео увидели еще много-много таких же женщин, как и вы. Вот эти вот, которые сидят на пенсии. Им дома скучно или им дома одинокое. А через день или в каждый день приходит к вам вот такая вот Марина, вот такая болтушка, но веселая, поднимает вам настроение. Девчата, как всегда, с вами ваша Марина. Всех целую, всех обнимаю, всех обожаю. Пока-пока. Темки-темки.